Загрязнение и разрушение остановочных павильонов – одна из главных городских проблем. Ее решением занимается административная комиссия. В ее работу входит выявление нарушителей и последующее наказание. Как известно, из года в год облик нашего города улучшается. Открываются новые парки, благоустраиваются дворовые территории и тротуарные дорожки, ремонтируются дороги и устанавливаются мачты уличного освещения, лавочки и урны для мусора. Однако, как можно заметить, существуют проблемы, которые портят облик нашего города. Одна из них – поврежденные, а местами разбитые в Дребзге автобусные остановки. Все чаще они подвергаются осквернению. Недобросовестные граждане завешивают их афишами и объявлениями или вовсе беспощадно ломают. Из-за этого остановки теряют свой презентабельный вид. Стоять на них бывает порой и неприятно. Один из последних таких случаев произошел с остановкой под названием «Магазин-постройка». Весь обновленный поликарбонат попросту вывернули наизнанку. Как говорят в народе, у кого-то руки чесались, но виновные понесут наказание. Выявить нарушителей, к сожалению, удается не всегда. Но, несмотря на это, работа комиссии ведется и будет продолжаться дальше. Напоминаем, порча и осквернение зданий и других сооружений, в том числе и остановок, уголовно наказуемы. Согласно статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации, вандализм наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей. Или иного дохода граждан за три месяца, либо до 360 часов исправительных работ, или лишения свободы на срок до трех месяцев. Николай Теплов, Никита Желтов. Новости ТВ Рассказыва. Новости ТВ Рассказыва.